Сегодня трикотаж на пике популярности. Из него шьют не только нижнее белье и домашнюю одежду. Вязаное полотно в умелых руках дизайнеров и портных превращается в красивые офисные платья и брючные костюмы. А модные уличные толстовки носят люди разных возрастов и социальных положений. Главное, чтобы было приятно телу. Чтобы никаких колючек, никаких этих там где-то почесалось, там этой синтетики, чтобы как можно меньше. Мягкое все. Все внутри чистое, обработано верлаком. Я всегда покупаю наш местный. Нравится. Дети хорошо одевают. Ну, чтобы качественно было, удобно, легко. Синтетиков меньше. В 70-е годы прошлого года трикотаж, сшитый в Чебоксарах, знал чуть ли не каждый житель страны. Советский Союз одевают чебоксары и Ивановы, говорили тогда. Текстильное производство в Чувашии активно начало развиваться во время Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года в Чебоксары эвакуировали Полтавскую чулочную фабрику. В начале 1942 года здесь наладили производство и за этот же год для фронта выпустили миллион пар носков и чулков. Но расцвет предприятия наступил в 60-е годы прошлого века, когда построили новые цеха, где одновременно работало около 3000 единиц оборудования. Чулки и носки, нижнее белье и другие трикотажные изделия продавались по всему Советскому Союзу. В 90-е годы начали создаваться частные текстильные предприятия. Кто-то специализировался исключительно на носках и чулках, другие наладили пошив белья и домашние одежды. Впрочем, за эти годы появились и те, кто расширил свой бизнес от производства до собственной торговой сети. Это только кажется, что мы покупаем то, что шьют предприятия и продают в магазинах. На самом деле это мы, потребители, диктуем производителям свои условия и хотим, чтобы наши вкусы по желанию учитывались. Запуск в производство даже обычных трикотажных изделий – процесс очень долгий. После того, как дизайнеры и конструкторы разработают модель в художественной лаборатории, отшивается первый образец. При этом учитывается все – состав и цвет ткани, оптимальное расположение деталей, вида и количество швов. После отшивки образцы попадают на художественный совет. И насколько они понравятся и заинтересуют покупателей, торговлю, которая присутствует обязательно на художественном совете, настолько важен наш успех. Это должно понравиться либо всем, либо какой-то части населения. Мы, например, шьем детям, мужчинам, женщинам. Сейчас мы будем вводить такую группу для полных людей, больших размеров. То есть конкретно ставится задача, и мы должны ее выполнять. Ассортимент, который нужен людям, который нужен нашим покупателям. Такой подход помогает учесть интересы всех покупателей. Гарантию качества дает и полный производственный цикл. На чулочно-трикотажной фабрике, как и 60 лет назад, не только шьют изделия, но и сами вяжут полотно. Специалисты называют пять основных видов – кулирная гладь, интерлок, футер, ластик, жаккард. Но потребителю, по большому счету, все равно, как будет называться полотно. Их критерии оценки – удобство и комфорт в носке. А еще цена, которая намного ниже, когда используется ткань собственного производства. Мы очень гордимся, что мы одно из трех предприятий во всей России, которые самостоятельно и являются предприятиями полного цикла. То есть мы сами вяжем пряжу, отделываем, красим, печатаем и шьем. Всего три предприятия, да, я сказала, это Иваново, Смоленск и вот Чебоксары. Качество полотна во многом зависит от сырья. Пряжу предприятие закупает в Узбекистане – это натуральный хлопок. После вязания, покраски, печати и необходимой обработки ткань обязательно попадает в лабораторию. Мы проверяем готовое полотно на физико-химические и физико-механические показатели. То, что важно для нашего потребителя. Физико-механические – это растяжимость полотна, разрывные характеристики. Характеристики физико-химические – это устойчивость окраски к мылу, к поту, к сухому трению. То, что эти показатели очень важны в процессе эксплуатации изделия. Для того, чтобы человеку было комфортно, он знал, как ухаживать за этими изделиями. Конечно, характеристики у разных тканей отличаются. Например, ткань для толстовок не должна выгорать на солнце. А для нижнего белья – важный показатель быть устойчивой к поту и растяжимости. Если полотно не соответствует каким-либо параметрам, его отправляют на дополнительную обработку. Только качественное и проверенное по всем показателям полотно попадает в пошивочный цех. Прямые строчки, прочные швы – тоже важные составляющие. Их покупатель оценивает уже в магазине. При покупке нужно обратить внимание и на состав. Для зимних носков, например, не так важна толщина изделия, как состав. Тонкие шерстяные будут теплее, чем толстые хлопковые. Но хлопок незаменим в теплую погоду, в них меньше потеешь. Сразу оговоримся. Носков из стопроцентного хлопка не бывает. В мысок, пятку и манжету всегда добавляют эластан. Иначе носок быстро придет в негодность и не будет держаться на ноге. Но количество синтетических волокон настолько мало, что ГОСТ позволяет не учитывать эту погрешность и указывать состав как стопроцентный хлопок. Но верить только этикетке не стоит, поэтому всегда нужно оценить товар на ощупь. Например, тот же хлопок может тянуться только за счет вязки. Если носок тянется хорошо и в разные стороны, значит производитель слукавил. Стопроцентный хлопок – это в основном детские колготочки по сертификации, чтобы мы прошли женские колготочки и мужские хлопчатобумажные носки. Это востребованный сегмент стопроцентного хлопка. Стопроцентный хлопок требуют люди, это значит дети и люди немножко с аллергичными болезнями. И просят люди, у кого варикоз, варикозное расширение вен, всегда просят, чтобы было стопроцентный хлопок и ширина борта была более свободной. Текстильная промышленность не стоит на месте, меняются не только модели, но и сама ткань. Сейчас очень популярно бамбуковое волокно. Это инновационный материал, получаемый из целлюлозного волокна без воздействия химических составов. А процесс создания ткани основывается на обработке паром и кипячении. Раньше мы производили только чистый хлопок, сейчас мы производим бамбуковые колготочки, носочки. Бамбук это натуральное волокно, аналог почти как хлопок, то есть оно и приятное на ощупь, и приятное к телу, оно хорошо и в носке. Можно ли обменять в магазине колготы, носки или нижнее белье, если не подошел размер или разонравились? Нет. Постановление правительства от 1998 года номер 55 предусматривает перечень товаров, которые не могут быть возвращены или заменены. Пункт 5 этого постановления запрещает возврат и обмен бельевых и носочно-чулочных изделий. Возврат колгот или чулок продавцу возможен в следующих случаях. Товар имеет дефекты, которые не позволяют использовать его по назначению. Отдельные части элемента неисправны, поверхность имеет брак, треснула краска на декоративном элементе, наличие стрелок или затяжек, заводской брак, плохо обработанные швы, отсутствие деталей. В такой ситуации изделия нельзя использовать по назначению. Покупатель имеет право вернуть чулочно-носочные изделия или нижнее белье и получить денежную компенсацию на основании статьи 18 Закона о защите прав потребителя. Во всех остальных случаях товар вернуть не удастся, поэтому перед покупкой оцените изделия по всем критериям и носите на здоровье.